здравствуйте это реальные новости на канале страна для жизни если вы впервые смотрите нас то можете авансом поставить лайк и подписаться на наш канал а постоянным зрителям напоминаем что ваши комментарии и лайки помогают поднимать видео в топ ютуба и все больше белорусов будут узнавать благодаря этому о реальном положении дел в стране положение дел с каждым днем не становится лучше увы но репрессивная машина набирает обороты слова борьбе с пандемией остаются просто словами экономика стагнирует а пожилой человек который сам себя назначил президентом кутит на предновогодних праздниках которые для него организовывают за бюджетные деньги сегодня 24 декабря дед от мороз приехал во дворец республики на главную елку страны и в очередной раз пообещал чудо чудное цитата все что нас объединяет в этом зале все мы с вами ждем чудо и это чудо будет через несколько минут я в этом уверен уверенным можно быть только в том что количество заболевших детей пополнит неофициальную статистику заражения коронавирусом если дети были в масках чтобы не начхать на старика из группы риска то сам рискованный не соблюдал ни социальную не этическую не моральную дистанцию что это было вообще курсы пикапа девочка совсем юная но у человека который убивает ради удержания власти вряд ли есть какие-то этические нормы все это безумие проходило в рамках акции наши дети родители берегите своих детей дети давно стали для режима инструментом давления и шантажа родителям с активной гражданской позиции угрожали отъемом детей подростков задерживают пытают и избивают 18-летний софия малышевич которая во время марша 6 сентября баллончиком краски сделала надписи на счетах омона ска предъявил обвинение по трем статьям уголовного кодекса девушку обвиняют в активном участии в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок злостном хулиганстве и оскорблении президента по делу также проходит 18 лет неприятель софии тихон клюкач его винят в том же что и малышевич кроме оскорбления президента дело передано в прокуратуру для направления в суд парню девушки грозит до 6 лет колонии александр дедок отец находящегося в заключении анархиста николая детка сообщил что у них появилась информация об угрозе жизни его сына мужчина говорит что очень беспокоен эта информация администрация сезона володарского где держит его сына сообщать сведения по телефону отказывается об этом александр дедок рассказал радуя свобода один из заключенных володарки смог передать через свою мать что николая там хотят убийцы сдают условия чтобы он умер но что это означает угрозу заразиться коронавирусом или что-то другое выяснить мы не можем говорит александр дедок узнать что происходит сыном родители не могут настоящий момент они болеют коронавирусом и находятся на самоизоляции им известно только что камера николая детка сейчас на карантине из-за коронавируса поэтому к нему не допускают адвоката о состоянии сына и о том болен ли он они ничего не знают последнее письмо получили от него 29 ноября напомним 32-летнего анархиста и администратора телеграм-канала микола николая детка задержали 12 ноября в поселке сосновый осиповического района сотрудники губопика как утверждает мвд на месте были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте материалы необходимые для изготовления коктейлей молотова а также листовки и протестная атрибутика в отношении детка было возбуждено дело по статье 342 эта организация подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них недавно инициатива by пол опубликовала именно тех кто ответственный за пытки над николаем детком белорусские правозащитники признали николая детка политзаключенным в это время начальник милиции города пинска дмитрий караковский прокомментировал дубинки и у белорусских слабовиков тут нужно слушать она довольно таки эластичная мягкая и при применении по телу она не носит серьезных травм это синяки ушибы но не более того белорусские резиновые дубинки самые гуманные резиновые дубинки в мире синяки переломы гематомы порванные органы таза искалеченная гортань подростка которому вбивали дубинку в горло это все гуманность по версии тех кто вооружен дубинками уверенностью в своей безнаказанности более того сообщается что березовском районе одним махом увольняют директоров сразу четырех школ двое из них возглавляли участковые избирательные участки на прошедших президентских выборах и какое совпадение именно на этих участках были более-менее честно подсчитаны голоса с разгромным для лукашенко результатом на 12 участке города береза лукашенко набрал 38 1 процент тихановская 51 и 2 на пятнадцатом участке города белозерска лукашенко набрал 27 и 8 процента тихановская 58 процентов это назначены два месяца назад новый председатель березовского райисполкома сергей барташ так выражает свою преданность честно подсчитавшие голоса избиркомы репрессируются а фальсификаторы примируются светлана тихановская высказалась по этому поводу цитата эти люди герои и старая система боится их ведь ей нужны послушные идеологи исполняющие любые распоряжения а не думающие ответственные люди но белорусы как нация уже переросли эту систему в новой белоруссии все будет иначе нам нужны учителя они идеологи нам нужны профессионалы они ставленники нам нужна свобода они репрессии увы и ах наша свобода не нужна тем кто захватил и удерживает власть стране и пока обезумевший переседент знакомится со школьницами его ставленники и назначенцы пытаются выклинчить денежек на охрану утехи и ублажение желаний хозяина выключить деньги пытаются восточного пока еще соседа в обмен на интеграционные процессы сосед такими темпами вне радужной перспективе может стать сожителем посол россии мезенцев отметил что страны договорились о базовом принципе формирования единого рынка газа и нефти соответствии с ним цена энергоресурсов для белорусских и российских компаний одинаковая на месте добычи а к ней добавляется стоимость транспортного плеча и все это в обмен на интеграционное углубление по словам посла интеграционные процессы тщательно прописаны в союзном договоре сближение в нем разбита на этапы можно убирать те этапы которые актуальны на данный момент и поспешил вспомнить слова путина цитата глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами я полагаю что слово за минском сказал мезенцев а минск в агонии власти сша в среду ввели санкции против первого заместителя главы белорусского мвд геннадия казакевича минского омона спецподразделения кгб альфа центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и главного управления внутренних дел минского городского исполнительного комитета так цик белоруссии как считают власти сша курировал мошеннические президентские выборы которые прошли в республике в августе в свою очередь казакевич по мнению вашингтонской администрации ответственен за действия белорусских правоохранителей по насильственному подавлению продемократических протестов которые начались стране после выборов минский омон спецподразделения кгб альфа и гувд минго располкома включены в список санкций в связи с участием в насильством разгоне и подавлении мирных протестов минске попадание в санкционный список означает заморозку активов сша и запрет для американских граждан на любой бизнес фигурантами перечня сша также ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц причастных подрыву демократии беларуси сообщил госсекретарь майкл помпео в общей сложности ограничительные меры затронуть 40 физических лиц и 4 белорусских ведомства 86 конгрессменов сша подписали письмо с требованием запретить лукашенко принимать чемпионат мира по хоккею 2021 года американские парламентарии сделали это вслед за евродепутатами которые вчера тоже направили письмо главе международной федерации хоккея рене фазелю своем обращении конгрессмены обращают внимание на фальсификации выборов а также продолжающиеся репрессии насилия в нашей стране они считают невозможным проведение крупного международного мероприятия в таких условиях цитата протестующие журналисты и члены гражданского общества подвергаются насилию от рук александра лукашенко его незаконного правительства которое он возглавляет мы присоединяемся к протестующим гражданам требуя привлечь к ответственности всех причастных за эти преступления наш посыл ясен нужно услышать голос белорусского народа прекратить репрессии против мирных демонстрантов освободить всех несправедливо задержанных организовать новые свободные честные выборы заявили конгрессмены совет республики отреагировал на акту демократии в беларуси ответ не заставил себя долго ждать хотя лучше бы над ним подумали но не чем поэтому совет республики возмутился как мог этот акт представляет собой грубое вмешательство внутренние дела республики беларусь так заявил совет республики грубое вмешательство это когда посол россии говорит что оторвать беларусь от россии не получится а также заявляет что готов допустить только экономическую многовекторность беларуси в политическом смысле он считает что беларусь должна сохранять стратегическую ориентацию на россию цитата принятие анти беларусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности угрозы миру и безопасности создает дышащий аналадан аэс и узурпатор с манией преследования который постоянно слышит лязганье гусениц на западных границах провозглашая собственную монополию на правду они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать беларусских парламентариев голос правды голос правды сейчас на улицах потому что больше ему увы нигде не позволено звучать а теперь давайте о хорошем и поздравляем всех католиков беларуси с наступающим рождеством и желаем исполнения самых искренних желаний мечт у нас все получится а также не забывайте присылать нам свои новогодние поздравления которые могут услышать все кто будет смотреть нас на новый год напоминаю что нужно присылать горизонтальное видео длительностью где-то около 15 секунд ссылка куда вы можете скинуть будет в описании не забывайте также и писать сергею тихановскому а также другим политзаключенным ваша поддержка важна и нужна для них на сегодня все до свидания только вместе мы сможем построить страну для жизни стоп тарака